МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа о главных новостях Чувашии прямо сейчас в студии Татьяна Трофимова. Приговор вынесен убийца. Его могли остановить соседи. Почему нательный крестик поставил крест на жизни молодой женщины? И что решил суд? Зачем в селе собрались строить школу, где некому будет учиться? И можно ли предугадать бэби-бум в отдельно взятой деревне? Продать ненужное, чтобы снова продать ненужное. Профессиональный праздник отмечают пиарщики. Невероятные секреты мастерства по навязыванию всего и всем. Двенадцать лет в колонии строгого режима. Такой приговор был вынесен 39-летнему жителю села Красные Читая. В феврале этого года он жестоко убил свою сожительницу. Как нательный крестик поставил крест на жизни молодой женщины, Екатерина Шеверова из зала суда передает. Суд приговорил Манина Андреяна Григорьевича признать виновным. С ухмылкой этот мужчина в клетчатой рубашке узнал, что на ближайшие 12 лет он переоденется в тюремную робу. За монотонным чтением судьей приговора чудовищная трагедия, длившаяся несколько часов. 24 февраля именно в этой квартире происходило убийство. Вот на этом холодном кафельном полу лежала абсолютно голая женщина. Тогда еще можно было помочь. Женщина, имя которой нельзя называть из этических соображений и по решению суда, пришла на праздник, день рождения бывшего возлюбленного. На столе неженский коктейль, водка, шампанское и коньяк. Такое вот торжество. В руке подарок, нательный крестик. Именинник оказался суеверным. За презент начал избивать жертву. Такая любовь. Уже в зале суда настаивает мать убийцы. Он невиноватый. Чего унесли? Все, 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 все. Все, 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 все. Любимая женщина, полностью обнаженная и в крови избитая, до полусмертия смогла вырваться. В подъезде ее видели соседи. Мы ничего не видели. То она только видела, как она там лежала, и все. Что именно там произошло, ничего мы не знаем. А почему не позвонили в полицию? А там стоял этот самый, у них это. Это моя жена, сказал он. Ну, этот... Ну, разве жену можно бить? Откуда, ну, мы откуда знаем, что там случилось? Она в голове лежала. Ну, мы что, откуда мы знаем, что случилось-то? Уже это уже все, уже шуток хватит. Откуда мы знаем, что случилось-то? Мы ничего не знаем, не видели. Чудовищное безразличие, на мой взгляд, и равнодушие со стороны отдельных свидетелей, которые видели и знали о том, что он ее избивал. Когда соседи ушли домой, издевательство продолжилось с новой силой, снова в квартире. Когда женщина перестала дышать, изверг попытался привести ее в чувство. Ногой. Делал непрямой массаж сердца, сломал ребра. Мой подзащитный с приговором не согласен. Мы будем подавать операционную жалобу судебному коллеге по уголовным делам в Верховном суде Чувашской республики. Там действительно наши доводы суд полностью не проверил. В момент убийства в квартире был еще один человек. Он был пьян в усмерть. Сейчас он отбывает срок за угон автомобиля. К расправе над женщиной непричастен, выяснили следователи. Осужденный за минуту до приговора все еще пытался свалить вину на другого. Вы признаете свое вину? Нет, не признаю. Мне поставили. Покрывают настоящую убийцу. На подачу апелляции у адвокатов есть 10 дней. Екатерина Шиверова, Павел Ракитин, Республика. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. По статье 219, части 2 Уголовного кодекса страны, возбуждено дело в отношении матери из «Аллатаря», которая оставила малолетних детей дома. Начался пожар. Один ребенок в больнице с множественными ожогами. Второй шестилетний мальчик погиб. Республика рассказывала об этом в начале недели. Установлено, что возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности. Ветхая электропроводка не выдержала напряжения. После очередного короткого замыкания начался пожар. Сейчас проводятся судебные, медицинские и пожарно-технические экспертизы. Допрашиваются очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить тюрьма. Ход реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, поддержку промышленных предприятий региона, инвестконтракт СПИК 2.0, обновление троллейбусного парка Чебоксары-Новочебоксарска. Это только часть того, что обсудили министр промышленности и торговли правительства России и глава Чувашской Республики Олег Николаев. Напомню, вчера Денис Мантуров был в республике с рабочим визитом, в ходе которого был принят ряд принципиальных для жизни региона решений. С сегодняшнего дня мы уже даже начали работу по организации производства кремно-органической продукции на площадке Химпрома. Потому что те возможности, которыми обладает Химпром, позволяет такое производство наладить. А сама продукция на сегодняшний день востребована большим количеством предприятий Российской Федерации, потому что она производится только в нескольких странах, в том числе в Китае. Кроме того, мы здесь с Валентичем наметили направление опытно-конструкторских работ на производственных площадках Чувашской Республики, которые должны в ближайшее время быть запущены. «Бы так, либо никак» – такую фразу услышали от застройщика жителей персерландского сельского поселения в Ядринском районе Республики. Ситуация парадоксальная. Там планируют построить школу, в которой некому будет учиться. При этом старое здание нужно сносить в любом случае, иначе оно рухнет само. Где взять детей и почему нельзя сократить размах? Татьяна Молокова посчитала школьников по головам и квадратные метры по классам. «В течение учебного года нам периодически приходится и шпаклевать, грунтовать». «То есть идет учебный процесс, а вы в это время делаете ремонт?» «В течение года вот несколько раз приходится. И класс точно так же. Директор школы по совместительству и прораб, и строитель, и снабженец, кто угодно, только не учитель. Светлана Григорьева рассказывает, что и хотела бы заниматься учебным процессом. Да некогда. Дело не в проворот. «Что нужно сделать, чтобы вы занимались творчеством и ремонтом?» «Ну вот в девятнадцатом году мы вышли в поселение с вопросом, что хватит уже вот этот Кришкин-Кафтан латать у нас, потому что есть еще при школе дошкольная группа, здание 1940 года. И вот на сходе граждан мы вот такой вопрос задали. Вот может быть лучше новое здание построить, и чтобы было в одном месте и садик, и школа». Здание 65-го года постройки за почти шесть десятилетий изрядно обветшало. Фундамент растрескался, стены вот-вот обвалятся. Два года назад был согласован проект строительства школы с детским садом на 200 детей. Но в поселении нет столько ребятишек. Мальчиков и девочек здесь всего-то 105, причем 40 из них дошколята. «В 2019 году обследовано на состояние, техническое состояние, и было выдан решение, то есть в заключении было написано, что она находится в предварительном состоянии со сроком исполнения 2-3 года. То есть через три года она будет уже аварийная. Ветка и аварийное здание». Участок, на котором стоит старая школа, огромный. Здесь есть яблоневый сад и огород. Места для новой школы предостаточно. Все по проекту. «На данный этап вот этот проект не актуален, потому что мы не можем осилить такую мощность. У нас детей не хватит. В данное время 67 учеников. На следующий год чуть-чуть незначительное, но это незначительное, два-три ученика поменьше, но в целом в течение пяти ближайших лет ожидается, как и везде, у нас отток учащихся. Даже 2025 год, мы посмотрели, у нас может быть, если мы даже три школы сюда пустим, может быть 104 ученика». Малокомплектная школа по типовому проекту в Чувашии уже строится. В Маргаушском районе, в деревне Кашмаша, 1 сентября 108 учеников впервые сядут за парты. В Персерланах надеются, что скоро и их ученики смогут учиться в новых условиях. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика. Ночь, проспект Яковлева, город засыпает. Просыпаются дорожники. В работе два километра от перекрестка улицы Гладкова до перекрестка девятой пятилетки. Ремонтные работы только в ночное время. Перекрыть трассу днем, значит собрать десятибальные пробки. Съемочная группа Республики работала тоже под покровом ночи. Репортаж под грохот техники. 16 самосвалов, два укладчика. Катки этой ночью здесь пыльно и шумно. Сдача объекта 13 августа. Технология холодный ресайклинг. Снять, отстоять, перемешать, уложить, укатать. На все время. Время в обрез. Едва садится солнце, закипает работа. Горожане как раз ложатся спать. Ну как тут уснешь? Мнение людей мы должны услышать, поэтому подстраиваемся под людей, под автолюбителей, чтобы всем было удобно, чтобы никому не мешать. Поэтому мы выбрали именно работу в ночное время. А не жалуются ли люди, что вы в ночное время работаете, может кому-то спать мешаете или наоборот. Вы знаете, люди подходят, интересуются, терпят, с пониманием относятся, так как дорога нужна всем, хорошая и качественная. Чаш тишины, ночь работы. Одно противоречит другому. Федеральный и местный закон. Выкручивайтесь, вернее, выкатывайтесь, как можете, в условиях плотной городской застройки и развитой инфраструктуры. Коммуникации под троллейбусные линии, над корректировки. В ручном режиме. Утром город вернется в привычный режим. Троллейбусные линии очень низко расположены. Специально бригаду вызвали, аварийную бригаду. Они поднимают на те бутылки, которые низко расположены. На переходах. На некоторых КАМАЗах, самосвалах, оборудованы специальные трубы, полиэтиленовые, чтобы не замыкали. Разомкнуть к утру, чтобы снова замкнуть. Безопасные и качественные дороги. Проект федеральный. Только здесь, на Яковлево, кроме проезжей части, в порядок приведут 55 тысяч квадратных метров тротуаров. Это 12 футбольных полей. Если брать конкретно эту улицу, здесь была частичная признана замена бордюров, так как на бордюрном камне были различные разрушения, сколы, различные вертикальные отклонения, что как бы недопустимо ГОСТам все эти замечания. Поэтому бордюрный камень было решено заменить. Здесь также еще есть вторая причина. Ремонт ведется с восстановлением основания. Значит, при холодной регенерации и укладке потом верхнего слоя, высота проезжей части приподнимается. И существующий бордюрный камень, который здесь был, его высота просто не будет соответствовать нормативной документации по безопасности дорожного движения. О шуме и грохоте, грязи и пыли можно будет забыть на 5 лет. Гарантийный срок. Подрядчик отвечает за все, что сделал. Говорят, что пятилетка лишь обозначена законом. Вадим Уравьев, Татьяна Трофимова, Юлия Адюкова, Павел Ракитин. Республика. В Чувашии поддержат представителей бизнеса с так называемым высоким уровнем социальной ответственности, то есть компанией, которые помогают незащищенным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Законопроект об этом рассмотрели сегодня на заседании кабинета министров Чувашии. Представители социального бизнеса смогут рассчитывать на бюджетные средства. Если спецкомиссия поддержит проект, то будет выделен грант от 100 до 500 тысяч рублей. Такая мера в регионе вводится впервые. Сейчас в реестре социальных предприятий зарегистрировано 28 компаний. Социальное предприятие, получившее грант, обязано ежегодно в течение трех лет с даты получения гранта подтверждать статус социального предприятия, а также сфинансировать социальный проект в размере не менее 50% от его стоимости. В республиканском бюджете Чувашской республики на 2021 год на эти цели предоставлены высшие меры государственной поддержки предусмотрены бюджетные осигнования в размере 3 миллионов 701 тысяч рублей. Кабинет министров также утвердил сроки проведения углубленной диспансеризации переболевших коронавирусной инфекцией. Во время обследования им могут быть назначены дополнительные исследования, которые не входят в программу обязательного медицинского страхования ОМС. На это выделено более 38 миллионов рублей. Также в документе дополнен список лекарственных препаратов, которые будут отпускаться бесплатно или с 50% скидкой. Восемь кандидатов-одномандантников подали документы в Республиканскую Центральную избирательную комиссию. Они претендуют на регистрацию на выборах в Госдуму России по Чубаксарскому и Канажскому избирательным округам. Среди первых трех кандидатов, предоставивших пакет документов от КПРФ Александр Андреев, от партии «Новые люди» Эльза Кузьмина и представитель коммунистов России Владимир Андреев. ЦИК Чувашей рассмотрит также документы Леонида Пронина от «Единой России», Вячеслава Соловьева и Константина Степанова, представителей ЛДПР, а также Николая Степанова и Станислава Песина от партии пенсионеров. Кандидаты должны были открыть специальный избирательный счет и собрать пакет необходимых документов для подачи на регистрацию. Теперь ЦИК Чувашей проверит порядок выдвижения и в течение 10 дней примет решение о регистрации либо об отказе в регистрации. Сегодня в Чебоксарах простились с актером Чувашского государственного театра «Кукол» народным артистом Чувашской республики Петром Клементьевым. Он скончался 26 июля на 66-м году жизни. Петр Клементьев был кукольником, что называется, от Бога. Он тонко чувствовал каждый образ и характер персонажа. В его руках не просто оживали куклы, они обретали душу. Зрители отмечали его яркий, искрометный актерский талант, который не могла скрыть никакая ширма. Он сыграл больше полутора сотен ролей. Золотыми стали Султан в волшебной лампе Аладдина, Ужасная малютка Тю-Тю, Царь в Емеле, Дураке и другие. Одна из главных ролей артиста – гадкий утенок в спектакле «Лебединое озеро». Спектакль идет на сцене уже три десятилетия и всегда с аншлагами. Теперь, говорят поклонники таланта Петра Клементьева, осиротел без своего папы и гадкий утенок и сцена осиротела. Он всегда был порядочен, спокоен. Лучших качеств для человека и для профессионала и не найти. Прощаются с ним не только люди, но и его куклы, его любимые куклы, которые сидят в зале и смотрят на него. Наш виртуозный кукловод, который отдал сцене нашего театра почти полвека. К другим темам. Пиар – аббревиатура «Паблик релейшн» с английского связи с общественностью. Специалисты отрасли есть теперь и такая, делились опытом. Как из фальшивящих девиц сделать звезд сцены, или как заставить нас с вами скупать пачками в супермаркете, то, без чего еще вчера мы легко обходились, Рифат Фаткулин с передовой невидимого фронта, где бьются за мысли, чувства и, разумеется, деньги. Шесть заданий, девять команд и три часа маркетингового боя. Ведущие пиар-специалисты «Чуваши» решают реальные бизнес-задачи. Здесь все согласны с китайской поговоркой. Нет ничего несъедобного. Все зависит от мастерства повара и соуса, с которым подать блюда. Сегодня подают «Чувашский язык». Из статистики за 8 лет 200 тысяч человек перестало использовать чувашский язык. Поэтому цель – необходимо распространить чувашский язык не только в «Чувашии», в России, но и по всему миру. То есть целью мы ставим такую глобальную. Именно задача – популяризировать чувашские передачи для интернета. Поддержать чувашского исполнителя. Рэперов, тикток, ютуб-каналы, открывать различные. Тиктокеры. Пока, короче, еще у нас бурная такая работа, деятельность. Надеюсь, у нас что-то прям крутое родится. Они молоды, полны амбиций и идей. Здесь решают, чему посвятить 2022-й. Достаточно очень творческий подход, очень интересные темы. Один круглый стол предлагает, чтобы год стал годом медицины здорового человека. Другой стол предложений свое выдвинул, чтобы 2022-й год стал годом счастливого ребенка. Они даже календарю готовы придумать дополнительный смысл. Как следствие, придать новой значимости. Вот ее потом и можно монетизировать. Незаметно для тех, кто за все это заплатит. От примитивной презентации товара или кампании уже стало высоким искусством. Рекламу сегодня не по принципу впихнуть товар, а скорее задеть тонкие струны, пусть даже самой маленькой, но все-таки души. Пиарщики могут все. Наверное, да. Это все люди, которые действительно могут изменить и мнение, и не всегда в хорошую сторону, но в негативную. Если ты делаешь свое дело хорошо, имеешь какие-то принципы свои, то их надо отстаивать, и для этого требуется и сила воли, и характер. Чтобы реализовать идеи и проекты, поддержать лучшие практики среди пиарщиков, маркетологов и пресс-секретарей, в Чувашии объявили новый профессиональный конкурс. Я буквально сегодня подписал указ о том, чтобы пиар-подходы по выработке идей, по реализации этой задачи по продвижению Чувашии, по выработке конкретных проектов и конкретных мероприятий действия, чтобы был такой постоянный действующий конкурс. Мы его назвали «Профи», я даже с вашего разрешения здесь его напишу, потому что, я так понимаю, разработчики самого указа тоже применили креативную технологию, я так понимаю, да, Борис Владимирович? Потому что «Профи» вот прямо в указе написано вот так. Пиар-профи. Пиар-специалисты признаются, самые яркие проекты – самое сложное. Вложенные силы, творческие идеи и креативный подход однажды должны превратиться в цифры на их банковском счете. А кто-то снова подумает, отходя от кассы в магазине. И зачем я это купил? Рифат Фадкулин, Николай Скворцов, Республика. Долгожданные дожди настигнут Чувашию завтра. Правда, по данным синоптиков, они будут кратковременными с грозой. Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, а потом снова жара. В августе Чувашию ждет сухая и теплая погода. Средняя температура будет на 3 градуса выше климатической нормы. Но и осадков будет больше обычного. Согласно расчетам синоптиков, пляжная погода с дневной температурой воздуха до 32 градусов сохранится всю первую половину августа. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте нам по телефону редакции. 8-926-21-5-21-21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. Берегите себя и своих близких. Я Татьяна Трофимова с вами прощаюсь. До свидания.